Всем привет! С вами Наталья Шохина и я продолжаю вас знакомить со своей книжной полкой по психологии. Сегодня я хочу продолжить знакомство с автором Эдит Евой Эггер, которая является клиническим психологом. И это её вторая книга, которая называется «Дар». И это книга про целительный настрой, про целебные установки и про то, как человеку самому преодолеть свои жизненные трудности. У этого автора всего две книги, которые я настоятельно рекомендую прочитать. Начинала свою книжную полку я как раз с её первой книги, которая называется «Выбор». И я записала подробный обзор на эту книгу, и я тоже рекомендую её прочитать, если у вас тяжёлая жизненная ситуация. Но эта книга не для всех. Она достаточно глубоко и травматично может оказать влияние на психику неподготовленного человека. Посмотрите обзор по этой книге, и вы поймёте, имеет ли смысл вам её читать. Вот эта же книга, вторая, которая называется «Дар», она более лёгкого такого содержания, но от этого не менее полезная. Здесь нет тех критических и трагичных событий, которые прожила автор, пройдя через концлагерь. Но здесь есть те выводы, которые она сделала по своему пути развития, роста. И она показывает, как нужно мыслить нам для того, чтобы научиться жить в счастье и в радости, даже если в нашей жизни происходят какие-то неудачи. Эта книга базируется на четырёх основных столпах. Первая и ключевая мысль, которую вы заберёте с собой из этой книги, посвящена выученной беспомощности. То есть автор показывает, что когда мы привыкаем бездействовать, мы считаем это своим стилем жизни. И мы ничего не можем с этим поделать. То есть мы бездействуем, и наша жизнь начинает катиться под откос. Вторая ключевая мысль посвящена тому, как наши чувства воздействуют на наши мысли. И это тоже очень важный момент, чтобы вы научились обращать внимание на поток своих мыслительных процессов. Третья ступень, на которую нужно встать на пути исцеления, это безусловное принятие себя и своих эмоций, своих переживаний, своих тёмных сторон или сильных сторон. И четвёртая идея, на которой базируется книга, говорит о том, что даже жестокие, травматичные, опасные и трагичные ситуации в нашей жизни могут принести нам пользу. Мы можем произвести переоценку ценностей и обрести ценные уроки как для себя, так и для своего близкого окружения. В этой книге всего 12 глав, и каждая глава посвящена определённым чувствам, через которые автор проводит своего читателя. Она показывает, как формируется негативное чувство или установка, такие как жертвенность, избегание, игнорирование себя, проживание гнева, обиды, боли, разочарование, осуждение, отчаяние, безнадёжность и непрощение. Эти все негативные установки, которые присутствуют в нашем теле, мы очень часто погружаем в себя и как-то начинаем их проживать самостоятельно. Так вот, прочитав эту книгу, вы поймёте, что сделать с каждым из чувств. Например, без гнева не бывает прощения. Вы не сможете отпустить ситуацию, если вы не проживёте гнев, боль и разочарование. Я советую прочитать эту книгу. Она достаточно лёгкая на восприятие. Вы обретёте из неё большое количество внутренних инструментов. Вы поймёте, что есть на этой земле люди, которые проживают очень серьёзные трагедии в своей жизни, и после этого они научаются жить по-новому. Автор включила в эту книгу большое количество реальных историй и своей психологической практики. Она практикующий психолог. Она является психологом с большим жизненным опытом. Она консультирует ветеранов войны. И она рассказывает, как эти люди заходят в тяжёлые состояния во время боя и потом несут с собой эту трагедию всю жизнь. Она показывает, что даже эти люди, которые видели ужасы войны, могут обрести мир и спокойствие в своей Душе, если они действительно захотят это. Иногда мы можем прочитать такие душераздирающие истории в этой книге, что они порой даже не укладываются в голове. Но когда мы видим, как человек проходит через эту боль, как он трансформируется в процессе исцеления, как он разрешает себе проживать эти тяжёлые ситуации, мы понимаем, что на самом деле всё в нашей жизни поддаётся переменам. Но при этом мы, конечно, должны сами хотеть, чтобы эти перемены в первую очередь пришли в нашу жизнь. И тогда мы обретём мир и гармонию. Все 12 чувств, которые я перечислила, очень подробно автор разбирает в каждой главе. То есть если вы захотите разобраться конкретно с гневом, то вы поймёте, как работает эта эмоция и что вам нужно сделать, чтобы отпустить это состояние. Если вы хотите разобраться с непрощениями, вы кого-то не можете простить, то вы открываете главу именно с этим чувством и смотрите, как автор советует проживать, отпускать и трансформировать это негативное состояние. То же самое происходит с отчаянием или с безнадёжностью. Большое количество эмоций, в том числе и негативных, мы проживаем в нашей жизни. И эта книга будет как путеводитель на пути к вашей цели и трансформации к лучшей жизни. Вы можете брать эту книгу в отпуск. Она достаточно легко читается. Она небольшая, то есть она легко поместится в ваш чемодан или в вашу сумку. Вы можете её прочитать в самолёте или в поезде. Вы можете её спокойно взять с собой, потому что она достаточно удобная и лёгкая не только в транспортировке, но ещё и в вашем внутреннем восприятии информации. Ключевая мысль этой книги заключается в том, что несмотря на то, что в нашей жизни есть боль, страх, обида, горе, разочарование, игнорирование, вина, стыд, гнев, жертвенность. Вот эти все деструктивные эмоции, жизнь для нас является даром. То есть мы должны понимать, что пока мы живы, мы можем исправить любую ситуацию, которая встречается на нашем пути. И автор книги очень хорошо нам показывает на своём личном примере и на примере своих клиентов, что если вы захотите изменить свою жизнь, если вы посчитаете нужным привнести в неё радость, счастье, любовь, взаимопонимание, чувства, которые будут вас постоянно увеличивать, то вы вполне можете это сделать, несмотря на то, что в вашей жизни были какие-то тяжёлые моменты, через которые вам пришлось пройти, но при этом вы стали ещё сильнее. Это был отзыв по книге «Дар». С вами была Наталья Шойхина. Оставайтесь на моём канале. Оставайтесь, Редактор субтитров А.Сёмкин Suzна, Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok